Здравствуйте! Меня терзают смутные сомнения, как говорил один киноперсонаж. Но я, тем не менее, не могу понять одной проблемы. Проблема с введением так называемой темной материи. Не дает она мне покоя жить. Вот они объясняют таким образом. Вот расстояние от центра галактики. А вот это скорость движения звезд, где они движутся от центра галактики. Начиная с некоторого расстояния, она ведет себя примерно постоянно. А хотелось бы, должна навести себя пропорционально, обратно пропорционально корне кубическому, корне квадратному, простите, это расстояние. Я уж этим кубическим корнем замучился. Вот смотрите, какие их доводы. Есть так называемые, известные всем, что так называемые, законы Кеплера, которые, в общем-то, вполне соглашуются с механикой Ньютона. Если есть у нас, значит, центральное тело, масса М большое, а тут где-то вокруг него летает планета. Или звезда, или кто-то, кто угодно. Вот это происходит на расстоянии R. Она летит со скоростью V. Видите, что у меня получилась кривая вот эта. Вектор кривой получился, но это он. Значит, надо сделать так, чтобы центробежная скорость, центробежное ускорение, ну, или, если хотите сказать, центростремительное ускорение, V квадрат делить на R, чтобы оно полностью компенсировалось ускорением свободного падения вот на это вот центральное тело на Землю. Помните, да, ускорение свободного падения? Парочку фраз. Значит, как пишет современная молодёжь, вот эта вот большая буква G, это гравитационная постоянная. Умножить на массу звезды, умножить на массу тела и делить на R квадрат. Вот это будет сила, которая действует. F. F. А если силу разделить на массу, мы получим ускорение. И оно будет равняться, вот эта большая гравитационная постоянная, на M, на R квадрат. Вот так она будет. Я по привычке вот это вот G обозначаю как гамма. Ну и, может быть, я тут собьюсь и по-старому заговорю на своём родном языке, на греческом, на гамма. Шучу. Значит, вот оно должно равняться ему. Так, пишу G на M на R квадрат. На R квадрат. Вот. Ну, отсюда находим, после нейтронных преобразований, получаем V квадрат равняется G на M делить на R. Ну, и если говорить про V, то это вот действительно колень квадратный. G на M делить на R. Вот он такой. Так, похоже, что фломастер мой закончился. Сейчас найдём другой фломастер. Где-то у нас был. Вот другой фломастер. Мастер-фломастер. Хорошо. Вот теперь давайте представим себе, ведь у нас ведь не вокруг какого тела летает, это не планеты. Это звёзды, которые входят в состав диска. Состав диска, да, состав диска. Правильно всё. Ну вот, сейчас мы нарисуем вот этот вот диск и нарисуем, как он тут движется. Вот он, диск, состоящий из звёзд. Я так немножко его нарисую, да, вот этот центр диска. И где-то вот тут, соответственно, в центре диска находится центр массы этих самых облак и звёзд. Если мы где-то находимся вот на этом расстоянии, вот на таком расстоянии R, то наука нам говорит следующее. Сила, с которой центр массы, вот центр массы будет притягивать тело, равна вот чему. Значит, суммарная масса вот этого всего, места, вот этого всего места. Суммарная масса. Умножить на гравитационную постоянную и делить на квадрат радиуса. Вот такой он должен быть. Такая должна быть сила. А какова тут масса? Вот эта масса всего вот этого диска. Но знаете как? Она же зависит у нас от чего? Зависит от того, как плотность этого диска меняется с расстояния. Вы же знаете, что ближе к середине галактики он там побольше, подальше от центра галактики там звёзд поменьше. Давайте прикинем, как она меняется. Значит, вот эта вот масса. Интеграл от нуля до R. Вот до этого расстояния. А тут у нас есть распределение. Что там получается? Вот беру, как это называется-то, чтобы посчитать суммарную площадь этого диска, с учётом этого полуплотника. Вот беру вот тоненькое колечко, шириной dR, да? dR. Длина этого колечка 2πr. 2πr на dR. И буду интегрировать. И ещё тут надо будет умножить на плотность. Вот здесь плотность, которая на этом расстоянии фигурирует. Значит, 2πr от R умножить на R на dR. Вот такой интеграл. Такой интеграл должен иметь место быть здесь. Так, хорошо же нам живётся. Теперь давайте запишем всё как положено. Значит, G вот на эту вот величину. Это вот этот интеграл от нуля до R. Тут 2π вынесу. А тут будет ρ от R на R на dR. И делить на всё это дело собираюсь я на R квадрат. Вот это вот должно равняться V делить на R. V квадрат делить на R. Вот. Если вдруг у меня слева окажется независящая от R величина, ну, независящая как единица на R, тут можно вот это R сократить, вот этот квадрат сократить. Вот что там получается, интересно. Вы знаете, если вот это вот ρ от R ведёт себя примерно так вот. α, вот наконец-то я перебился на греческий язык, делить на R. Как тогда будет выглядеть этот интеграл? А этот интеграл будет выглядеть интеграл от нуля до R от α умножить на R. Получается αR. Получается 2πG, вот это вот самое постоянное α, равняется V квадрат. Простите меня, V квадрат равен константе, получается. Вот он, V квадрат равен константе. Вот такая вот сила тяжести на него давит. Так, хорошо, а давайте теперь усложним задачку. То есть уже проблемы нет никакой, я не знаю. То есть достаточно представить, что плотность звёздного населения уменьшается. Ну, не только звёздного населения, там и те газы, пыль, плазма, всё это огромное количество на самом деле. И на самом деле эти плазмы ещё она замагничена, как говорят. В неё вморожены силовые линии магнитного поля. Ну, давайте усложним задачу. Теперь у нас кроме этого вот диска, в котором падает плотность, как ρ у нас от R, меняется как α делить на R, кроме этого диска. Эта плотность так меняется. Есть ещё в центре могучее тяжёлое тело. Ну, в меру могучее и в меру тяжёлое, но, скажем, имеющее массу m. Вот такую вот массу. m малая всё-таки, да? Ну, там, знаете, там есть в центре ядро галактическое. Там вообще звёзд много. Там вообще гигантская чёрная дыра в миллиарды масс Солнца там обитает. Ну, так что вот в этом месте действует сила. Ну, во-первых, вот это вот g, m малая, делить на r квадрат. Плюс, вот только что мы насчитали вот здесь, да? Что тут у нас насчиталось? Какая сила-то была? Силушка могутная. Так, продолжим. Значит, тут у нас получается вот эта вот сила, силушка могутная. Так, вот тут интеграл этот получается у нас. Что он там получился? Альфа умножить на r, да? Так, что ли, получается у нас? Так, вот эту на r умножили, альфа r. А, просто альфа r, да? 2πg альфа r. Так, плюс 2πg, 2πg, вот это вот альфа наша. Делить на r, не забываем, не забываем, делить на r. Это должно равняться v квадрат делить на r. Ну, что ж у нас пол выходит? Чему равняется v квадрат, да? Равняется она вот чему. 2πg альфа и плюс еще довесчик. g, m делить на r квадрат. Вот. Вот она какова, квадрат скорости. Вот этот довесчик, он чем дальше от центра галактики, от черной дыры, тем он меньше. Короче, v выдали следующим образом. Кольник квадратный. 2πg альфа плюс γm малое делить на r. Так, на r, на r, на r. Я напрасно r квадрат написал, на r, простите меня, на r. Вот. Это будет такая вот маленькая величина. Чем дальше от центра галактики, тем это будет все меньше, 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 меньше. И v будет являться константой. Ну, помните, раскладывают в ряды дети эти функции. И что ж, какую функцию вложить в ряд надо? Ну, вот это вот, типа, x, то есть, ну, a плюс маленькая величина, вот это маленькая величина x. По степеням вот этой маленькой величины. Что там получается-то? Сам по себе корень квадратный, плюс производная от корня, да еще вот на эту маленькую величину, там совсем маленькую, прямаленькую. Вот, вот она такая вот и будет, маленькая величина, да, это будет все время убывающая величина. Чем дальше влез, тем вот она будет незаметнее, нет, будет все время уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Так что вполне себе вот эта вот кривая, вернее прямая, почти прямая, она очень даже оправданно в такой модели выглядит. Вот объясните мне, пожалуйста. В частности, я вот прошу, вот у меня есть такой постоянный зритель, Дмитрий Олегович Топчий, да, он работник в области математики, да, я понимаю, что это не совсем его область, хотя это математика типичная. Может, я где ошибся? Почему я один это вижу, почему никто это не видит? Видимо, я просто ошибаюсь. Помогите мне найти мою ошибку, ну и любой другой зритель, пусть ищет ошибку, пусть пересует выкладки. Ну, а кто не сможет помочь мне выкладками, пусть поможет мне деньгами. Внизу у меня есть все необходимые для этого параметры, да, когда вы можете послать деньги. Спасибо вам большое. Всех вам благ. Жду от вас сообщений.